Ответы на вопросы. Что происходит с организмом во время и после полового акта? После семей извержения сжет. Болит головка после эякуляции. Боль во время полового акта. Травмы полового члена. После минета кровь. Что делать? Отвечу вкратце, чтобы не задерживать вас. Не забирать свое время. По поводу первого вопроса. Что происходит с организмом во время и после полового акта? У меня есть подробное видео. Ним же я поделюсь. После слова «Еще» вы найдете его в описании. И сможете, просто нажав на эту ссылочку, перейти в него. Оно находится в плейлисте. Важно для мужчин. Тоже поделюсь этим плейлистом. Со всеми вашими мужскими вопросами. Есть ответы, видео ответы для вас. И для женщин, и для мужчин. Значит, что происходит с организмом после полового акта? Повышается уровень эмоциональной удовлетворенности. Обычно хорошее настроение. Или хорошее возбужденное. Или как успокоительное. Женщины чаще возбуждаются после этого. Чувствуют себя обычно счастливыми. После хорошего полового акта. Мужчины очень часто даже засыпают. Некоторые мужчины, которые очень любят свою даму сердца и свою избранницу, иногда боятся даже на какую-то минуту уснуть, чтобы не терять драгоценное время общения с ней. Есть и такие, знаю такие случаи. Значит, кроме того, что повышается уровень эмоциональной удовлетворенности, при половом акте снижается уровень гормонов кортизола и адреналина. А это гормоны стресса. Плохие гормоны, так сказать. Плюс во время секса в мозге вырабатывается эндорфин. А это, многие знают, гормон счастья. И еще окситоцин, который вызывает чувство спокойствия, чувство защищенности. Плюс у мужчин во время хорошего полового акта вырабатывается хорошо тестостерон. Очень важный мужской гормон. После семяизвержения жжет. Почему? Чаще всего причина в поражении слизистой уретры. Может быть, там есть воспаление. И вот повышенная чувствительность и результат, вот это ощущение жжения. То есть, обычно это чаще всего ничего страшного. Что можно сделать? Можно попробовать использовать антисептики. Самые простые антисептики. Если из трав это помыться ромашечкой или же настойкой разных трав. Например, ромашка, череда, календула. Потом, что еще можно такое взять? Ну, хлорофилипт хорошо взять, готовый раствор. Мирамистин или же самый дешевый хлоргексидин. Это все не печет, быстро заживляет, хороший антисептик. Ну, а если долго не проходит, то лучше показаться к врачу. Болит головка после эякуляции. Что может быть? Тут могут быть какие-то сопутствующие диагнозы. Это может быть баланит. Это может быть простатит. Очень часто от простатита может быть такое. Цистит, уретрит. Может быть даже разрыв уздечки. И другие травмы уже во время полового акта. Может быть, что-то там натерлось во время полового контакта. Чрезмерно страсть. Царапинка какая-то, ноготком, чем-то еще. Гиперчувствительность головки полового члена. У меня есть видео про эту тему. Иногда это очень неприятный симптом, когда головка полового члена очень чувствительна. Если не забуду, то тоже поделюсь в ссылочке после слова еще этим видео. Боль во время полового акта. Это может быть простатит, визикулит, варикоцели, уретрит, а иногда даже геморрой. Поэтому чаще всего, если последний мужчина сам может заметить, то простатит, многие знают, что у них есть простатит, а вообще простатит почти у 80% мужчин. А уже визикулит, варикоцели, уретрит чаще всего эти диагнозы ставит врач после обследования, после анализов. А вот про травмы полового члена очень много вопросов. Даже в аптеке, в аптеке буквально вот эту неделю прям какой-то бум был. Я не знаю, что такое произошло. У нас в Молдове, у нас в Кишиневе вот этот вот циклон Борис принес очень сильные дожди. У нас прямо были затопления, машины, люди плавали. В общем, извините, очень много было дождей. Несколько дней, практически неделю. И, наверное, все занялись сексом. И сексом не просто сексом, а с элементами минета, да? Сегодня я не буду спорить. Мы не разбираем прилично, неприлично. Нет, это хорошо или плохо, приемлемо или неприемлемо. Я отвечаю на вопрос, который часто задавался в аптеке и который многие писали под многими видео. Даже на электронную почту приходили письма. Значит, что делать? И у меня вот, я хочу вам даже зачитать два письма. Ой, запуталась в прическе, в маячке. Значит, два письма. Одно письмо от женщины прочту, а потом от мужчины. Они мне как будто бы, это одна пара, как будто бы написала. Но не может быть одна пара, потому что совершенно разные страны. И один комментарий от женщины, по-моему, где-то из дальнего зарубежья. У меня, что делать? У меня второй мужчина. Я уверена, что умею правильно делать минет. У первого мужа 30 лет брака никогда такого не было. А у второго его орган больше и шире. Но в первые разы было всё хорошо. А потом у него болит после минета. А последние два раза у него была даже кровь. Я испугалась, что я ему натворила. Не делать. Что мне делать? И уже читаю письмо от мужчины. Минет. Я в этом деле не совсем опытный. А тут повезло с женщиной. Она делает мне минет. Но возникла проблема. Три раза. Три первых свидания норм. А потом кровь. Кто виноват? Что делать? Значит, что за ситуация такая, да? Кто-то напишет. Я знаю, что напишут. Что вот проблема. Не делай и всё. Но... Проблема случилась, да? Кровь. Больно. Перепуганы вдвоём, да? Если разобраться. Ну, не делать это проще всего сказать. Не делать и всё. Нету действия, нету проблемы, нету причины, да? Если разобрать и продумать это всё, то первые свидания, люди, скорее всего, нерешительны были. И всё было нежненько, всё было аккуратненько, со стеснением, да? Как обычно это происходит. Как обычно это происходит. И ничего не происходило. А потом, и один и второй случай, плюс, конечно, есть там с непривычки ещё и больше орган предыдущего, то больше страсти, больше уже смелости, повторные свидания. И вот происходит порыве страсти. И у женщины, и у мужчины. И женщина переусердствовала, и мужчина переусердствовал. И случилась травма. Может быть, зубками где-то она задела. Может быть, он придавил что-то там, потому что очень часто во время этого сами мужчины могут глубже вести свой орган, да? Придавить иногда щеку женщины, или вообще сдавить орган, или сами сильнее глубже вести. То есть, ну, случилось, да? В принципе, страшного тут ничего нет. Нужно запомнить проблему и постараться двоим быть внимательнее. Но, если случилось, то ничего страшного нет. Конечно, мы надеемся, я надеюсь, что это постоянные партнёры, это не какой-либо странный случайный контакт. Вообще при этом нужно использовать презерватив, потому что гепатит, спид, ничего никто не отменял, да? Но мы сегодня, опять же таки, и не про это, и не про этику, и не про мораль, и не про религию, и не просто что делать, да? Вот кровь, и, допустим, предполагаем, что это постоянные партнёры, да? И с ними всё в порядке, все здоровы. То есть, просто можно обрабатывать, обрабатывать половой орган хлоргексидином, мирамистином, не печёт, не больно, не вредно. Те же травы можно использовать, что я выше сказала. Ну вот, вторые средства, это проще простого, не надо разводить. В чистом виде нанесли, в течение дня 2-3 раза, и воздержаться от этой клубнички, так сказать, да? Ну и быть внимательными и осторожными. И ещё, мне нет, оральный секс, норма, нет, как я к этому отношусь? Этого вопроса очень много, примерно таких вопросов много, смысл такой. Я подумаю, стоит ли сделать видео на эту тему, но тут будет сколько людей, сколько мнений, мнений, сколько будет споров. Я представляю, что тут будет происходить. Поэтому на самые частые задаваемые вопросы я ответила вкратце. Плейлист «Важно для мужчин» с очень интересными видеоответами. Я размещаю в ссылочке после этого видео. После слова «Ещё» вы его можете найти. Будьте внимательны, мужчины, там очень много уже есть видеоответов. Пересматривайте, смотрите. Они очень полезны будут для вас. А с вами была Елена, ваш домашний лекарь-аптекарь. Пока!